Всем привет! Вы на канале Маврин Футбол Коуч и я в новой студии. Это раз. Второй момент. Выпуск и формат, скорее всего, будет носить характер разовый, а возможно я ошибаюсь. Что произошло? Рассказываю. Анатолий Катрич, красивый, у себя в телеграм-канале сделал топ-10 вопросов, после которых хочется повеситься. Плюс он накинул это в чат Амкала и пацаны еще накинули 10 дополнительных вопросов. Итого получилось 20 вопросов, после которых хочется повеситься, но на которые я сегодня абсолютно серьезно буду отвечать для вас. Так что лайкос поставь этому видосу. Если вдруг ты еще не подписан на канал, обязательно исправляйся. Ну и человек офек, поехали! Ну что, ребятушки, новый сезон ППХ. Работаем. Итак, вопрос номер один. Каковы ваши ожидания от следующего матча? Слушайте, у меня были грандиозные ожидания и от первого матча, который проходил в Питере. Я заранее знал, что я не буду принимать участие в тренировочном процессе неделю. Я знал, что, скорее всего, на 90% я не буду играть в стартовом составе и вообще играть. Но, тем не менее, получилось немного, скажем так, скрасить момент поездки в Питер. Рассказываю. У меня была учеба в РФС на тренера по футболу. Собственно, лицензия. И для того, чтобы мне сдать ее и защитить, мне нужно было посещать все занятия. Это 8 очных сессий. И как раз-таки 4 из них выпали на ту неделю подготовительную к Чисте Питеру. Плюс у меня ребро было, плюс я не знал, ехать или не ехать. В итоге я приехал в Питер на машине, потому что так совпало. В общем, вот ожидания от следующего матча. Ну, он будет в Одинцово. И это прям не прям фонтан, честно вам скажу. Не лучшее поле и не мое любимое. Я бы лучше сыграл на «Москвиче». Но, тем не менее, ожидание постараться сыграть столько времени, сколько дадут. И эффективно принести результат команде. Как тебе новая форма Амкала? Новая форма Амкала лучше, чем старая. На самом деле, у Амкала было не так много форм, которые мне не нравились. Но одна из них – это голубая, которая не особо фартовая была. Такое ощущение. А что касается этой цветовой расцветки, черная с розовым – кайф. Белая мне не особо зашла, честно вам скажу. Несмотря на то, что там какие-то драконы и отсылки, белый цвет – не мое. Черная – прям мое почтение. Выиграете МФЛ-3. Ну, конечно, это риторический вопрос. Вот после первого тура. Как вы думаете, насколько шансы есть 100%, 90%? У какой из команд? Вот напишите в комментарии сейчас, у какой команды после первого тура вы увидели потенциал победителя медиалиги? Десятка? Ну, тут Ротс играли в меньшинстве. Брок Бойс, но они играли против Эгресси. И так далее. Родина, Титан, невнятный матч. В общем, много, но. Поэтому будем следить по сезону. Естественно, хочется добраться максимально высоко. Но я напомню, что 2024 год – это год Амкала в Российской Федерации. Сколько забьешь в МФЛ-5? Слушайте, если проецировать на себя, я не совсем фанат прям голов. Я больше люблю отдавать голевые передачи. Но, тем не менее, хотелось бы стать лучшим бомбардиром. Хочу забить много. Вот думаю, в каком матче это можно сделать. А еще же меня должны выпустить. Ну, ладно. Короче, хочу забить много. Вопрос номер 5. Как тебе атмосфера в команде? В какой-то период времени она была не совсем единая. Но разговоры, коммуникация между тренерским штабом и футболистами, футболистов и футболистов, президента и тренерского штаба, президента и футболистов, мы пришли к пониманию процессов и пришли к пониманию того, что же можно сделать для того, чтобы улучшить ее. И я сейчас думаю, что у нас это получилось. Но, опять же, все будет смотреться в динамике. Вопрос номер 6. Как оцениваешь свою форму по 10-бальной системе? Слушайте, мне 35 лет в этом году будет. Я буду уже иметь возможность играть в любительской лиге по ветеранам. Там с 35 лет. И мне приходится от многого отказываться и дополнительно много работать для того, чтобы держать себя в тонусе, в форме и конкурировать с теми самыми молодыми и перспективными футболистами. По 10-бальной. Вообще идеально это 7-8 держать весь сезон. Вот эту форму. 7-8. В 9-10 нельзя залезать. Это очень опасно. Где Степа Костюков? Я вообще не знаю, кто это такой. А, это же кто-то, который, чувак, приходил на просмотр из Сахалинца, по-моему. Он как пришел, нечаянно, негаданно, так, собственно, и пропал точно так же. Никакой информации о нем мы не знаем. Почему кикнули Велену? Велену кикнули... Слушайте, ну там, если не вдаваться в детали, получился момент тот, что Велену поставили перед выбором. Собственно, либо тут, либо нигде. Ну, либо тут, либо там. А так как Велена заканчивает ординатуру, и ей важно быть там, для того, чтобы двигаться и по профессиональному виду спорта, а не только по медиафутболу. Собственно, руководство, тренерский штаб приняли решение о том, что, ну, вот, им нужен доктор на регулярной основе. Все. Ситуация простая. Хотела ли Велену уходить? Нет. Дали ли ей возможность совмещать? Тоже нет. Ну, собственно, троты ей дали эту возможность, и сейчас, собственно, Велена присоединилась к семье. Когда продашь Форза Резора? Форза Резора, когда я продам? Ну, это скорее Толи Катвича. Слушайте, ну, мы как выяснили в крайнем столе, в который я приходил к Севе, что игроки со статусом медиа могут уходить в аренду, вот, в любой тур, когда захотят по согласованию двух команд. Прикиньте? Поэтому, если вы та самая команда медиа, которая хочет заиметь такого легендарного нападающего, быстрый, ловкий, смелый, бьющий с двух ног. Голы не забивает, правда? Ну, в общем, вы выходите на руководство Амкала, и, собственно, я думаю, можно будет что-нибудь придумать. Итак, вопрос номер 10. Когда в основу? Вот это хороший вопрос, и он такой системный вопрос. Когда в основу? Когда, наверное, я буду готов? Это раз. Либо когда сломаются футболисты? Это два. Либо когда все пойдет не по плану? Это три. Много разных моментов. Но как будто бы сейчас шансов больших, что я буду играть в стартовом составе, нет. Это надо принять, понять, смириться и, собственно, выходить на то количество времени, которое мне тренерский штаб делегирует. Это были 10 вопросов от Анатолия Катрича. И сейчас 10 вопросов, которые накинули в чате Амкала. Итак, вопрос номер 11. Почему кикнули Прокопа? Это глубокий вопрос. Обыватели думают, что из-за майки. Люди погруженные думают о том, что он и сам искал выход из ситуации и не смог работать с Маратычем 2.0. Так как с Маратычем 1.0 они прекрасно работали в структуре на спорте. Истина где-то же посередине. Когда видос? Видос вот. Я вам записываю специально для вас в новой студии. Оцените, пожалуйста, картинку. Оцените, пожалуйста, звук и свет, как я выставил сам. Потому что оператора сегодня не получилось заполучить. Вот так вот. Как где не чай? Собственно, где не чай? Я был, опять же, на этом столе в майке не чай. Вот пруфы. И в этом столе, собственно, я и написал пост. Точнее, после этого стола, что во всем виноват не чай. Это майка, которую мне подарили бронзовые бесты, когда стал я их тренировать. А тренировать меня позвал бронзовые бесты Артем Нечаев. И первые видосы подтягивал в медиа структуру меня именно он. Так что вините во всем Артема Нечаева. Это он виноват в том, что я в медиа футболе стал в прошлом году лучшим футболистом. Так что вот так вот. Артем Нечаев в Испании. Все хорошо работает. Так что не парьтесь, у него все отлично. А в Саранске правда был договорняк? Но вот как вы думаете, возможен ли в шоу-матчер договорняк? В теории да. Но на практике кому это надо? Да, есть нюансы, есть моменты, которые, наверное, выгодны и одной, и другой стороне. Но Амкал ни разу не был замечен в этом. По крайней мере, тогда, когда я был. А то, что было в Саранске, я не знаю. Почему не играешь? Ну, как я не играю? Я играю на ЛФЛ, ребят. Регулярно, каждую неделю стараюсь играть, держать себя в тонусе. Поэтому зря вы так не наговариваете. Я точно играю. Много просмотровых... А, вот, подождите. Вопрос номер 16. Когда повторишь свой гол? Какой из голов повторить? Вообще, я хочу повторить голевую передачу, которую я отдавал на Имае в матче против Козлов в сезоне номер 3. Это была просто шикарнейшая атака. И Имае один из первых его голов, по-моему, за Амкал. Тем временем Имае уже в Амкале целый год. Ровно год прошел с тех пор, как Имае появился в Амкале и еще и стал капитаном его. Так что лайкос за Имае. Много просмотровых сейчас на тренировках. Все, просмотровые в Амкале закончились. Больше их нет. Потому что идет сезон, некого смотреть. Всех футболистов разобрали, конкурентно способных. А футболистов, неконкурентно способных, а Амкала и так достаточно. Передашь привет в личное сообщение кружком. Давайте вот сейчас, вот прям можете вырезать кружок здесь сейчас. Привет, Саня! Привет, Степа! Привет, Вася! Привет, Никита! Привет, Форза! Привет, Артем! Привет, Слава! Привет, ребята! Ну, что вы там как? Так, ну, вроде всем привет и передал. Будут еще трансферы после пятого тура? Кого-то заявят? Ну, конечно, заявят, ребят. Если результат будет неудовлетворительным, то, конечно, заявят. Половина выгонят футболистов, а половина возьмут новых. Это же классика Амкала. Дуб, когда поменяешь номер? Так, Дуб вроде со своим номером. А зачем ему менять? Номер телефона или номер на игровой майке? В общем, и то, и то. Пусть у Дуба остается. Не надо ничего менять. Вот такой вот, ребятушки, получился топ-20 вопросов. 10 от Анатолия Красивого, 10 от футболистов Амкала из чат. Лайкос поставь, напиши, как можно модифицировать данный формат и насколько интересно тебе было. Лайк поставил, подписочка, колокольчик. Обнял, тебя приподнял. Пока-пока.